Сегодня, как известно, Садор Норуджевич Джапаров, президент Кыргызской республики, совершил свой официальный визит в Российскую Федерацию. В 1921-1922 годы мы несколько раз приезжали в Россию, но они имели статус рабочего и встречались на разных форматах. Поскольку в этом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин пригласил нашего президента совершить официальный визит, и она совпала в преддверии 78-летия Великой Победы. Поэтому мы вчера, наш президент посетил город Ржев, мы открыли там памятник погибшим нашим воинам перед Ржевом. С другой стороны, почтили памятник советским воинам. В этот момент наши партнеры во время встречи с Володиным, во время встречи с Владимиром Владимировичем Путином и с председателем Сената госпожей Матвенко, они очень отметили важность участия кыргызской страны в таких мероприятиях, где мы даем дань память нашим погибшим воинам, которые ковали великую победу. Я думаю, что всем известно, что более 300 тысяч наших солдат воевали в составе Советской Армии, из них 130 тысяч человек, наши воины не вернулись, погибли во время Отечественной войны. Поэтому эти цифры тоже были озвучены со стороны российских партнеров, где они давали очень большое значение, вклад к победе кыргызского народа. Второй момент. Мы в ходе расширенной встречи и в ходе узкой встречи двух президентов обсудили наше политическое сотрудничество между нашими странами, где обсудили ряд вопросов, и мы обе стороны были согласны, что между Кыргызстаном и Россией нет никаких политических противоречий, а это нам дает возможность расширению торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарного сотрудничества. И поэтому мы основной разговор вели о торгово-экономическом отношении, где очень многие проекты заинтересовали российскую сторону. Это строительство крупных гидроэнергетических объектов, строительство железной дороги внутри Кыргызстана и международной линии железной дороги, другие проекты, которые по их меркам могли бы участвовать и внести свои инвестиции. Кроме этого, у нас был разговор в рамках СНГ, в рамках ЕС, в рамках ШОС, также должно быть в рамках ООН, наше взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и других государственных органов. В целом, по оценкам наших президентов, в итоге 2022 года объем торговли составил более 3 миллиардов долларов. Наши президенты сказали, что это не предел, мы должны его дальше наращивать. Поэтому все министры, которые сегодня участвовали, они докладывали по своим направлениям, какая работа ведется. Поэтому и вторая часть перегоров, конечно, была направлена на культурно-гуманитарный час, где российская сторона придает очень большое значение развитию русского языка в Кыргызстане. Поэтому они еще раз подчеркнули о предстоящем планах строительства девяти школ в Кыргызстане русским программным обучением. С другой стороны, они увеличили квоту для кыргызских студентов на бюджетное обучение более 700 граждан ежегодно. В этом плане, конечно, они заинтересованы, чтобы наши студенты обучались в Российской Федерации. Второй момент, конечно, это миграционный процесс, где они отмечают, что кыргызские мигранты являются достаточно активными, подготовленными, где они не сдают экзамен по русскому языку и они занимают хорошие рабочие места, где помогают развитию российской кыргызской экономики. Поэтому здесь тоже мы нашли много точек соприкоснований, где стороны договорились продолжить наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Здесь, конечно, российская сторона придает большое значение 95-летию юбилейной мероприятии относительно проведения в рамках СНГ юбилея Чингиза Турекулыча Айтматова. Они готовы провести ряд мероприятий. С другой стороны, в этом году в рамках СНГ год объявлен годом русского языка. И многие мероприятия будут приурочены Айтматову и русскому языку, где Чингиз Турекулыч писал свои произведения на русском языке. Поэтому здесь очень много моментов, где мы нашли точку соприкосновений. И самое главное, российская сторона, они отмечают, что готовы дальше расширять наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Другой вопрос, это сотрудничество в рамках международных организаций, в рамках других международных платформ, где мы друг друга поддерживаем, работаем совместно. И касающиеся международных проблем, которые есть, мы тоже обсудили. И мы высказали свою четкую позицию. И российская сторона, они восприняли положительно. Они сказали, что это позиция суверенной стороны. Они тоже с пониманием относятся к таким нашим позициям. Поэтому здесь, я думаю, визит президента Саду Нургуджевича Джапарова увенчался успехом. Во-первых, мы подробно обсудили наши всесторонние вопросы и нашли взаимную поддержку. Я думаю, есть возможность дальше наращивать наши двусторонние контакты и сотрудничество. И самое главное, российская сторона обратила внимание, что мы накануне 9 мая посетили официальным визитом. Завтра наш президент и кыргызская делегация примет участие в параде победы на Красной площади. И это наш участие и участие других президентов на Красной площади, они отмечают очень с пониманием, поскольку Великая Победа была достигнута усилиями народов Советского Союза. Поэтому здесь мы думаем, что перспектива кыргызско-российского сотрудничества имеет большие перспективы. Спасибо. Спасибо.